В прошлом у нас были съемки бани, когда делали декор бетон, оформляли стены. Вот так она выглядит снаружи, уже стоит третий год. Здесь мы пробовали различные пропитки масел для дерева, некоторые себя проявили, таким образом будем обрабатывать по теплу заново. Заменили двери, двери простояли, дерево выдержало хорошо, здесь пропитка была более качественная. Пришло время заняться внутренним обустройством баньки, вот у нас уже предбанник простоял два года, облицевали деревом его, вагонкой, пропиткой специальной сделали, потолок, видим конденсат, ну это конечно у нас котел стоит кустарного производства. Теперь пришло время заняться декором самой баньки. Строили ее еще старики, поэтому здесь просто побелено, уже потолок начинает обрушаться там видно. Два года назад поменяли только стеллажи, потому что рассыпались предыдущие. Пол вот так выглядит, будем думать как его оформить. То есть есть площадь для творчества. Дальше будем показывать как оно преображается. Продолжаем обзор нашей работы. Здесь выполнили демонтаж котла, убрали его, вытянули, очень тяжеленный. Подготавливаем стенку под штукатурку, будет наноситься сетка, закрепляться, затем будет небольшой декор. Ну а половина бани уже выполнена, обшита вагонкой. Так она выглядит со стороны. Очень уютно, очень симпатично получилось. Потом пройдем специальным маслом. Ну и дальше будет следующий этап работы. Начинается процесс подготовки декоративной штукатурки. Уже наносится черновой вариант, на сетку. Думаем как делать потолок, какой дизайн, стены. Дальше будет уже чистовая отделка. Вот уже сделали чистовую штукатурку. Идет нарезка камня. Нарезка камня на чистовую разной формы. Вот такая работа продолжается. А здесь уже на стене выполнен декор. Ну и вот стена, где должен стоять котел. Тут уже мы прорубили небольшой проем, больше чем он был. Уже сделали примерку труб котла. В общем работа идет полным ходом. У нас прошло такое вот декоративное оформление. Работа вот такая. Вот так сделали потолок. Тоже бетон. Подготовили под трубы. должны приехать. Получился такой нарезной. Ну а пол залили полностью бетоном. Мы видели то, что было. Вот сейчас проходит нарезка производного форма камня. Вот такая вот работа. В общем банька будет прям красота. Ну вот уже выполнена часть покраски. Стены выделили таким цветом. Потом еще будет добавка. Тут пришлось нам делать небольшое в стене углубление для бака. Вот уже покрашен потолок. Так что банька потихоньку приобретает свой вид. Ну вот уже установлен котел. Дальше монтирование бампы и труб. Так. Вот установили трубы. Установили новую емкость для нагрева воды. Котел. Вот я уже показывала в предыдущем видео. Покрасили стены. Выделили швы. Стены немножко в сочетании с вагонкой. Которую делали пол бани. Так же потолок. Выглядит прям таки замечательно. Стеллажи по сравнению с дверью у нас тюмным выполнены оттенком. Потому что они были установлены примерно два с половиной года назад. На окнах вот такая ковка получилась замечательная. Котел новый современный. Для такой баньки. Копится дровами. Его несколько раз нужно прокопить. Прогреть. Прожарить. Чтобы все масла выветрились. Ну а здесь у нас вот такой замечательный пол. До этого было конечно. Сейчас это выглядит вот такая вот замечательная плитка. Ну а тут сидит черненький чертенок. Замечательный. Сеня. Который с удовольствием принимал участие. В работе. Особенно любит дрель. Любит помогать деталями мелкими. Ковыряться в ящиках. Ну вот такая совместная работа мастера. И кота. Вот завершилось преображение нашей небольшой баньки. Как выглядит это уже заполненными камнями. Тепло вот такой получился интересный. Сразу скажу, что уже испробовали. Тепло от котла и камней. Прям как и достаточное. Пар сухой получается. В общем, банька суперская получается. Хищник сытка. Чайник. Тепло от сухой 절�was. В общем, вам понравилось. Продолжение следует...